Поэтому они снимают вот Т-34, не имеющую никакого отношения к реальности. Поэтому они снимают какие-то там ответы мстителям со своими русскими супергероями. Ну, такой заказ, это все в конце концов плохо закончится. Привет, вы смотрите канал Свободный, с вами Саша Найденова. Эта неделя заполнится нам, конечно, скандалом вокруг блогера Евгения Баженова, он же бэткомедиан. Мне тут подумалось, а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят. Мы не могли пройти мимо и хотим поговорить о том, что же происходит в российском кинематографе. И сегодня мы говорим с Григорием Гришным, режиссером. Здравствуй, Гриша. Здравствуй, Саша. Что произошло? Там компания Киноданс подала на него в суд за то, что он пересказал фильм «За гранью реальности», как всегда он сделал очень подробно, все разложил по полочкам. Они говорят, что ты превысил, Евгений, порог допустимого количества цитирования. Не надо было так подробно. Так что удали ролик и заплати нам миллион рублей. Что ты вообще думаешь о том, как он разбирает российские фильмы? Вот это прям препарирование настолько подробное, оно вообще нужно? Там вопрос не в подробности. Можно сколько угодно подробно заниматься разбором любых произведений искусства, в том числе и кино. А вопрос в том, с какой позиции он тут делает. Дело в том, что, конечно, Евгений Баженов не занят кинокритикой ни в коей мере. Задача, которая стоит перед собой, это предъявить вот этот продукт в максимально негативном виде. Чем должна заниматься кинокритика? Согласно мысли и теоретиков, и профессионалов этого дела, она должна помочь зрителю разобраться во внутреннем строе этого произведения. Вы знаете какие-то основные мысли, найти недостатки, найти положительные черты, вписать это произведение в современный мир, связать его с кино прошлого, увидеть какие-то перспективы. В общем-то, рассмотреть это как явление, эстетическое явление, важное, неважное, хорошее, плохое, но существующее в каком-то мире. Евгений Баженов делает совершенно не это. Он, на мой взгляд, занимается хейтерством. Он берет эстетический объект и пропускает его через мясорубку осмеяния. Это ведь можно делать не только с кино, это можно делать с чем угодно, с книгами, с мебелью, с машинами, с любыми людьми. И мы на российских телеканалах видим это. Огромное количество примеров, когда у нас там целые страны Запада устами наших телеведущих превращаются в какие-то исчадия ада. Ну вот, по тем же лейкалам внутренним работает и Евгений Баженов. Поэтому, когда многие люди называют его кинокритиком, меня, честно говоря, передергивают. Потому что в нем, ну, там есть главный недостаток. Когда ты критикуешь, ты должен предлагать. Или, по крайней мере, внутри себя иметь некое представление о правильном фильме. И пропагандировать именно то, что тебе кажется правильным. Критикуя, ты выдвигаешь свои идеи. Вот этой части у него нет совсем, он зарабатывает на хейтерстве. Он зарабатывает на то, что уничтожает то, что сделано другими людьми. И очень многие люди с удовольствием смотрят. Мы же понимаем, что большая часть всех комментариев в интернете негативные. Люди живут негативом, им нравится негатив. И он на этом нам даже презентирует. Но я думаю, что многие его поклонники тебе бы сейчас сказали, это кино настолько плохо, что нельзя о нем ничего хорошего сказать. Ну, не бывает такого. Ну, вот эти реально пропагандистские фильмы, или там, я не знаю, вот, «Викинг» с этим, с Данилой Козловским, ну, там реально все плохо. Мне, кстати, понравилось. Мне «Викинг» понравился. Нет такого, чтобы было совсем плохо. Там профессиональные люди, по-чему, делают очень профессиональные вещи. Там есть и игра актеров. Разная. И работа, техническая работа, которая, между прочим, совершенствуется с каждым годом в нашем кинематографе. Вот это нельзя отнять. Вот там, как ни относиться к фильму Т-34. Он очень профессионально сделал. Вот. Это отвратительно, что мы паразитируем на этой самой Великой Отечественной войне, как в целом государство, как идеологически выстроенное государство. Но то, что там много хорошо сделанных вещей, вот для меня, как человека, занимающегося кино, понимающего, какая работа за этим всем стоит, это несомненно. И вот так вот мешать все в одну большую кучу, бесконечную, это плохо. Это приучает людей жить в одном негативе. И кино приучает. Это как это, выученная беспомощность. Что ты не сделаешь, будет плохо. Ну, у людей не будет никаких мотивов делать что-либо хорошо. Вот. Вот нельзя сказать, что так уж все отвратительно. Ну, возьмите. Пускай он разберет румынский кинематограф. Честное слово. Я бы с удовольствием посмотрел. Это кинематограф, который считается, ну, по крайней мере, еще некоторое время там, считался ведущим в Европе, лучшим кинематографом. Он слишком сложен для нашего зрителя. Ну, пускай, может быть, он будет нормален для кинокритика, бэдкомедия. Да, пускай он разберет несколько румынских фильмов. Мне бы очень было интересно посмотреть. Или классику. Да, пускай он Туринскую лошадь рассмотрит. Восемь часов идет. Он будет посмотреть в качестве эксперимента. Это то, что всем миром принимается как образцы высокого кинематографа. Весь мировой кинематограф, как говорилось в фильме «Изображая жертву», весь кинематограф, весь русский кинематограф в жопе, один Федя Бондарчук молодец. Вот эта фраза, с которой он начинается, «Изображая жертву». Ну, так весь европейский кинематограф в том же месте. Единственные фильмы, которые воспринимаются, которые создают эстетическую модель для восприятия, которые поглощаются подростками, они создают магистральный путь, по которому люди вообще понимают кино. Это американский кинематограф, который, естественно, победил всех. Об этом мы еще поговорим. Ну, вот смотри, вот эта конкретная ситуация, эта кинокомпания ругается на то, что он через что подробно пересказал. Как ты думаешь, по-хорошему, может быть, они и правы? Ну, потому что там реально все понятно из этого пересказа. Нет, ну, в законе есть какие-то вещи, да, на самом деле, там предельные цитирования, сколько умортицировать в образовательных каких-то целях, там, что-то не больше 10% исходного текста. Я уж не знаю, там не считал, может, и правда. Но это тоже неверно. Бороться с хейтерами, запрещая им, прикасаться к тому, что ты делаешь, это неправильно, это лишь усугубит процесс. Да, я не очень понимаю, да, почему российский кинематограф на самом деле себя не защищает. Вот, я понимаю, почему. Потому что для предварителей фильма нужно сдать фильм и забыть. Потому что они зарабатывают не на проказе, они зарабатывают на производстве. Это действительно, это правда, да. Во многом, то, что говорит Баженов, это правда. Организационная структура и финансирование российского кинематографа построена ужасно. Ну, надо же как-то понимать в реальном процессе. Нельзя же все превращать в сказку ужаса. Никита Михалков, он хоть, конечно, мифический персонаж, но он не баба Кика. У него есть свои мотивы, и скорее, мне кажется, более полезным было бы вскрывать реальные механизмы и реальные мотивы, финансовые мотивы тех людей, которые делают это плохое кино. Но это полезнее, чем просто бесконечно топтаться на его несовершенстве. Нормальное российское кино сейчас есть? Есть, конечно. Через три дня начнется фестиваль Кинотавр. 9 июня крупнейший смотр российского кино, не массового, да, и там будут представлены фильмы, которые мне бы хотелось, например, посмотреть. Там будет на открытии фильм Валерия Тодоровского о 60-х годах, достаточно интересный, как я понимаю, из описания. А на закрытии будет, мне кажется, четвертый или пятый фильм Андрея Сергеевича Смирнова, да, большого режиссера, автора «Белорусского вокзала». Там будут интересные работы молодых режиссеров. Ну, он как-то живет, но он совершенно живет отдельно от массового зрителя. Да, да, да. Вот, например, последний фильм замечательный, правда, белорусский, но тут не имеет смысла делить белорусский и русский. Жук, режиссер, фамилия режиссера Жук, он называется «Хрусталь». Замечательная картина, на мой взгляд. Ну, вот я смотрела этот «Хрусталь». Я пришла в наш кинотеатр для интеллектуалов. Вот села, у нас там было три человека. А люди после работы устали. Они хотят прийти в кинотеатр и посмотреть что-то такое, чтобы отдохнуть. А там им какую-то жвачку дают. Какую жвачку? Ну, дают все достижения американского кинематографа. Пожалуйста. Не про нашу. А, про нашу? Ну, невозможно конкурировать с американскими кинематографами. У нас тоже люди, у которых есть деньги, ездят не на... На чем там Путин у нас выезжал? Там какой-то там ручной сборки, да, да. Или там даже на ладах. Даже, как говорят, вполне приличных. Они покупают себе иностранные машины. Также и люди идут в кино и покупают... Это индустриальные вещи. Это, ну, искусство, оно глубоко запрятано внутри. А так это способ существования в этой ежедневной бытовой реальности, да. Кто у нас сейчас лидер проката? Тайная жизнь домашних животных, да. Кто у нас вообще лидер проката? Мстители, да. Это прекрасно, там, когда лидерами проката становятся такие глубокие фильмы, например, Выживший, что было там несколько лет тому назад. Но это, скорее, случайность. Так индустрия умеет снимать хорошо. А в большинстве своем это блокбастеры, это мультики, это марвеловские фильмы. И это во всем мире так. Вот страдания немецких интеллектуалов про немецкое кино, французское кино, они тоже все потеряли, все потеряли, да. Ну, это общеевропейское, да. Ну, может, в Индии там что-то не так говорят. Индийское кино сохраняет свежие места. Да, они держатся до последнего, они отбивают вот такие американцев. Давай поговорим о вот фонде кино, который, собственно, сейчас пинают все. Мне кажется, не все понимают, что это такое, но все пишут, пинают. Расскажи, пожалуйста, там реально вот эта вся коррупция страшная? Ну, как это точно так говорится, как во всех остальных государственных ведомствах. Там фонд кино, это специально созданный внебюджетный фонд, который отдельно от Министерства культуры финансирует фильмы. Он как бы садачивается на студиях-мейджорах и на тех фильмах, которые должны рассчитывать на массовый успех. Если Министерство культуры финансирует интеллектуальное кино, авторское кино, якобы, да, там вот нужно, ну, опять же, очень долго говорить про политику Министерства культуры, какие фильмы анеким финансируют. Но там достаточно небольшие объемы финансовой поддержки. Это порядка 30 миллионов рублей на фильм они дают, да, для производства фильмов. Это много, мало как это? Ну, это мало. Ну, если, как вот сейчас, бюджет одной серии Чернобыля 50 миллионов долларов, то понятно, что 500 тысяч долларов для полнометражного фильма – это, мягко говоря, немного. Вот. А фонд кино дает большие деньги, ну, по более сложной схеме, да, и не всем. И это все проводится через систему питчингов. Это, конечно, большой шаг теоретически вперед по сравнению с системой финансирования там 10-летней, 15-летней давности. Но это все тонет, да, в российской коррупционности, в российском кумовстве, в то, что дают своим. И что получается, никому не нравится, потому что, по большому счету, зритель неинтересен. Есть же еще и третий способ финансировать российского кино, когда просто государственные банки финансируют напрямую кинопроизводителя. Уж там вообще почета никакого нет, как бы. У нас же все быстро забывается. Я вот прекрасно помню, что последний, крупный, гигантский блокбастер Андрея Кончаловского, Щелкунчик, он, его бюджет был порядка 70 миллионов евро, и он вышел в мировой прокат и провалился абсолютно. Абсолютно, вот прям тотально, да, мне кажется, они там не двух миллионов евро не собрали, там огромный зазор. Но все это покрыл ВТБ, да, и там вот штамм, деньги как деньги. Вот, а в фонде кино оно как бы так и вылезает, потому что это все открыто. Ну, там же есть нормативные документы, которые делают всю эту систему финансирования открытой. Поэтому там есть, как бы, за что хватать, за что кусать, за что критиковать. Вот, ну, надо этим заниматься, да, надо этим заниматься. Это правда, это правда. Можешь вот мне объяснить, как человеку далекому от всего этой истории, зачем вообще деньги налогоплательщиков, мои деньги отдавать тем, кто производит развлекательный контент? А зачем деньги налогоплательщиков отдавать тем, кто производит космические ракеты, которые теоретически должны самоокупаться, да, потому что они поставляют спутники в космос? Зачем поддерживать российский автопром? Зачем поддерживать там... Это все хороший вопрос. Да, это идет по той же самой... Ну, зачем давать деньги киношникам? Ну, как? Это же коммерческая структура, да. Нас со всех сторон обижают, да. Внушные американцы создали нам там невероятные условия для существования, поэтому государство должно поддержать наших производителей. И после этого каждый, кто приходит к государству с этим, рассчитывает получить свою копеечку. Почему там сельхозпроизводители получают? Очень большие деньги, да. А почему киношниками не получают? Мы тоже, тоже хотим. Я тоже хочу. Последний фильм «Балабан». Ну, вот все и хотят. Но оно реально нужно вот объективно. Зачем? Система господдержки кинематографа существует во всех европейских странах. Но там, ну, они подчас тоже, кстати, и финансируют, и блокбастеры, они тоже проваливаются. Но там система принятия решений более сложная, да. Там министр культуры, конечно, имеет вес, но не такой, как в России. Там через публичное обсуждение на советах, куда на самом деле входят уважаемые деятели культуры, там более прозрачные, тоже не идеальные, там тоже огромное количество скандалов. И там поляки, с которыми я разговаривал лет пять тому назад, жаловались, что все польские деньги забирают себе в Айда. Да, потому что он был самым авторитетным человеком в польском кинематографе. И как бы всему остальному польскому кинематографу оставалось денег столько, сколько брал себе в Айда государственных. Да, ну, и у нас вот есть Никита Сергеевич Михалков, у нас там есть другие важные, нужные люди. Ну, во всем мире так, у нас просто гротеск, гротеск, масштаб такой. И еще такой идиотский вопрос. Вот у американцев есть индустрия, у нас этой индустрии, как я понимаю, нет. Почему? Ну, потому что ее нет нигде в мире, потому что никто не может воевать с американцами в кино. У них просто денег, что ли, больше? У них, слушайте, Тимур Бекмамбетов первое, что сделал, когда добился успеха в России, что он сделал? Уехал в Голливуд. И так происходит со всеми людьми, которые достигают какого-то успеха. Мечта любого человека, любого актера, получить Оскар, да, вот Петров об этом недавно сказал, да, чтобы получить Оскар, нужно сняться где? В американском фильме, чтобы получить 6-7 в американском фильме, нужно ехать в Голливуд. Это как магнит, который вытягивает все ресурсы со всего мира, и все человеческие ресурсы, все финансовые ресурсы, все технические ресурсы, да. Ну, вот такая картина, она существует лет, наверное, последние 25-30 точно. А есть вообще возможность как-то изменить ситуацию? Ну, она, когда изменится мир, тогда и ситуация поменяется. Понятно. Да, так сказать, какими-то вот... Ну, это то же самое, что вот они пытаются там заместить, санкционная, да, у нас в России существует, они пытаются как-то это обойти, да, турбины в Крым завозят откуда-то сбоку. Ну, вот такое же, возможно, наверное, и в кинематографе. Как-то попытка победить в той борьбе, где победить невозможно. Ну, в настоящий момент, ну, невозможно снимать Бакбастера, как-то снимают американцы. И, возможно, можно снимать лирические комедии, например, да, которые национальны, которые уникальны, которые требуют идеи, которые требуют и другого подхода. Там невозможно навалить денег в графику, нанять лучших художников, и у тебя все получится. И подростки будут не отрывать глаз, не отрывать глаз от экрана. А вот придумать хороший сюжет, проработать линии, конфликт, найти разрешение. Еще главное, чтобы все было связано именно с тем обществом, в котором это существует. Общий должен быть гармоничный, должен быть готовый воспринимать этот сюжет. Это очень сложно. У нас, я бы сказал, что проблемы кино, как все остальные проблемы нашей страны, идут к проблемам общества. Вот, оно же вообще не хочет особенно слышать что-то настоящее. Ну, люди ходят, конечно, на кино, это проименчно, да, и фильмы Звягинцева собирают, залы, да, и последний фильм Хлебникова. Но в своей массе, да, люди хотят увидеть историю не из своей жизни. Люди не хотят разбираться в себе, люди хотят увидеть, как по щелчку пальцев уничтожается половина всех живущих в космосе существ. Это нежелание рефлексировать приводит к тому, что у нас нет кино, которое разбирает, не знаю, актуальные проблемы. Вот тоже Чернобыль, да, это же наша история. Американцы снимают то, что, да, я понимаю, что там много чего натянут, но база-то там реально неплохая. Мы же не снимаем это все. Мы снимаем, я не знаю, вот они взяли в основу воспоминания, которые записал Иссан Аликсиевич. Мы можем то же самое, про Великую Отечественную войну снять фильмы, как советские солдаты насиловали, возвращаясь с фронта, насиловали бедных женщин. У них там все это хорошо описано, вот бери базу и снимай. Почему этого нет? Во-первых, нет требования со стороны общества для этого. Мы не хотим разбираться в себе. Да, у нас страна так устроена, что она изначально направлена. Вот о чем, собственно, рассказывается в этом сериале «Чернобыль», что как Советский Союз, так и современная Россия построена на лжи. И эта ложь порождает только другую ложь. Вот оно работает точно так же, как и раньше. Поэтому и все начальники, поэтому вся система в целом требует, чтобы им производили ложь. Что плевать, как оно там на самом деле, ты нам расскажи красиво, чтобы мы успокоились. Вот эта задача и ставится перед кинематографом. Поэтому они снимают вот Т-34, не имеющую никакого отношения к реальности. Поэтому они снимают какие-то там ответы мстителям со своими русскими супергероями. Ну, такой заказ, это все в конце концов плохо закончится. Да, но пока это плохо не закончилось, вот можно развлекаться. И там делать крайним Баженова, обвиняя его в том, что люди не ходят, потому что он... Пересказывает. Вот, да, пересказывает. А сценаристы есть хорошие в России? Конечно. Ну, прям будут сильные, крепкие такие. Ну, для этого нужна существовать система. Понимаешь, это вот если нет... Вот почему великих драматургов не появлялось в России до XIX века? А потом, бац, и Островский, и Чехов. Театр появился. Востребованный зрителем, востребованный критикой, работающий как система театра. И после этого, пожалуйста, вот вам, гений, гений. А для этого должно было появиться общество, которое также появилось в XIX веке, после реформы Александра II. Люди получили независимость, получили свободу, получили возможность выбирать, говорить правду, искать правду, развивать собственную жизнь, развивать собственные семьи. И начала страна развиваться. И драматурги пошли, и художники пошли, и музыканты пошли. И все, ну, в конце концов, в большевистскую революцию, которая вернула все обратно к лжи. И поменяется общество, появится, да, все появится. Первый разрушительный постсоветский съезд, где начали свергать авторитет, это был съезд Союза кинографистов. Да, где все руководство смели, поставили новых людей, объявили курс на перестройку нагласности. Это был чуть ли не 86-й год. Раньше всех кино лучше всех ощущает перемены. Вот когда киношники начнут будить против существующей лжи в телевидении, в средствах массовой информации, в общественной жизни, то я могу понять, все, корабль, лед тронулся. Начались перемены. И вот тогда появится кино, которое будет востребовано людьми. А пока в этой системе невозможно. Когда тебе телевизор рассказывает одно, а ты вообще одну картину мир строит, совершенно параллельную. Потому что ты даже видишь в себе. Вот ты идешь в театр и вдруг видишь в кино, и видишь что-то совершенно другое, происходит диссонанс. Человеку некомфортно. И он, конечно, выберет, скорее всего, не идти в кино и не смотреть то, что его тревожит. Потому что он идет против того, всего того, как он живет. Спасибо большое, Гриша. Пришел, нас расстроил. Я не хотел. Ну, на самом деле, конечно, дало о чем подумать. А вы тоже, пожалуйста, подумайте обо всем этом. Поставьте лайки, поделитесь видео с друзьями, подпишитесь на канал. Увидимся через неделю. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok